Всем большой привет! Добро пожаловать! У нас сегодня наконец-то солнечный день, и у меня прекрасное настроение, и самое время сегодня поговорить о новинках косметики. Сегодня будет декоративная косметика и будет также уходовая косметика. Покажу, что новенького у меня появилось, и поделюсь своими отзывами на эти продукты. Что-то мне очень понравилось, а что-то меня разочаровало. Давайте начинать? Поехали! Ну что ж, давайте начнем сегодня с ухода, а потом уже поговорим о декоративной косметике. И первое, что я хочу обсудить, это линейка для ухода за волосами от бренда Олен. Называется она Beauty Family, и как я понимаю, это самая хитовая линейка в бренде, потому что на нее огромное количество отзывов. Большинство отзывов положительные, но есть также те, кому эти продукты не подошли. В общем, мне было очень интересно попробовать, что же это за такие нашумевшие продукты. Здесь шампунь и бальзам, как вы видите, в абсолютно одинаковом оформлении, что на самом деле затрудняет процесс использования, потому что стоишь и каждый раз вчитываешься в эти этикетки, чтобы понять, где тут шампунь, а где бальзам. Начну с шампуня. Шампунь здесь с кератином и с протеинами шелка, и это сульфатный шампунь. Здесь на втором месте состава стоит Sodium Laureate Sulfate. За счет того, что здесь содержится Sodium Laureate Sulfate, этот шампунь, конечно, прекрасно пенится. Он с первого намыливания создает такую прям большущую шапку пены и прекрасно промывает волосы. Но, несмотря на то, что здесь есть Sodium Laureate Sulfate, этот шампунь волосы не сушит, потому что здесь в составе довольно много силиконов и кондиционирующих компонентов. Эта линейка позиционируется брендом как семейная, и здесь сказано, что этот шампунь подойдет всем типам волос. Но тут, пожалуй, я, наверное, не соглашусь. Я думаю, что сухому типу кожи головы этот шампунь может показаться жестковатым, потому что он промывает практически до скрипа. То есть после него нет ощущения такого спутанного скрипучего гнезда, волосы остаются шелковистыми и разглаженными, опять же, за счет силиконов и кондиционирующих компонентов. Но все же вот это вот ощущение такой чистоты почти до скрипучести у кожи, у корней, оно присутствует. Поэтому для сухой кожи головы, я думаю, что это не самый лучший вариант. Лучше подобрать что-то помягче, где будет в составе не Sodium Laureate Sulfate, а какие-то более мягкие павы. У него приятный парфюмированный цветочный аромат, и опять же, тут вопрос о семейном использовании. Понравится ли мужчине мыть голову шампунем с таким явно женственным запахом? Я думаю, что не каждый мужчина такое оценит. Обычно, когда средства предназначены для семейного использования, в них предполагаются какие-то более универсальные в плане гендера отдушки. Тут же отдушка прям такая для девочек. Конфетная, сладенькая, парфюмированная. Мне запах лично очень нравится. Кондиционер. Кондиционер по запаху точно такой же, как шампунь, тоже очень приятно для меня пахнет. И он тоже с кератинами и протеинами шелка. Бальзам мне очень понравился. Он по текстуре, такой средний по плотности, хорошо распределяется по волосам. Волосы после него очень мягкие, шелковистые, хорошо увлажненные. И он классно разглаживает и снимает пушистость с волос. При этом волосы не утяжеляются и не выглядят как сосульки. Объемы у шампуня и у бальзама 500 мл, но бальзам расходуется у меня гораздо быстрее, чем шампунь, потому что на одно применение у меня уходит, наверное, где-то 5 нажатий помпы. То есть экономичным я бы его не назвала. Но и тот, и другой продукт довольно-таки бюджетный. Стоит 500 с небольшим рублей за 500 мл, поэтому, в принципе, на расход тут как бы грех жаловаться. Следующая новиночка из ухода это лосьон для лица от израильского бренда Holy Land. Думаю, вы знаете, на этом бренде работают очень многие косметологи. Этот лосьон идет с экстрактом имбиря и с морковным маслом. И он заявлен брендом как такой тонизирующий и обновляющий лосьон, который подойдет любому типу кожи. У него достаточно интересная текстура. Он вроде бы такой жиденький, как водичка, но когда ты наносишь его на лицо, ты чувствуешь такую небольшую маслянистость. Но эта маслянистость очень быстро впитывается в кожу и никакого жирного налета на коже не остается. Вообще, лосьон очень приятный в использовании. Кожа после него не краснеет, ничего нигде не щипет, не раздражается. После нанесения ощущается очень приятное чувство увлажнения и все последующие этапы ухода хорошо впитываются. Я заметила уже после недели применения этого лосьона, что у меня немножко подвыровнялся тон кожи и как-то вот в целом тон кожи стал посвежее. Вообще, здесь на упаковке написано, что его можно применять три раза в неделю. Я об этом узнала вообще далеко не сразу, уже после того, как я в течение недели использовала его каждый день. И, честно говоря, я не понимаю, почему здесь дана такая инструкция, потому что в этом лосьоне нет никаких таких жестких активов, ну, например, там ретинола или каких-то кислот. Здесь ничего такого в составе нет. Почему три раза в неделю для меня загадка. Ну, хотя, знаете, здесь так немножко размыто написано. Тут написано, что использовать три раза в неделю или как рекомендует ваш специалист. Что еще, девчоночки, у меня тут есть интересненького? Хит от бренда Chic. Это знаменитый бальзам от Chic, который просто нахваливают все визажисты. Все поют ему оды, все говорят, какой он восхитительный, шикарный. Я давно хотела его попробовать, но что-то все как-то, ручки мои не доходили, и вот дошли. Этот бальзамчик выпускается в одном единственном оттенке, и оттенок здесь симпатичный. Такой нежный розовый. У него плотненькая густая текстура, и эта текстура мне по ощущениям напомнила жидкий мед. И эта плотная текстура очень красиво выравнивает визуально поверхность губ. Все морщинки, все шелушинки, все очень красиво разглаживается, и получается такой эффект жидкого стекла на губах. Это смотрится супер, особенно в комбинации с карандашом для губ. То есть, в принципе, этот бальзам можно использовать не просто как уходовый продукт, а именно как такой глянцевый зеркальный блеск для губ в нежно-розовом оттенке. Вот эта тягучая густая текстура очень красиво выравнивает губы, но она, зараза, липкая. По уходовым свойствам я этому бальзамчику могу поставить 10 из 10. Он хорошо увлажняет губы, он хорошо убирает шелушинки на губах. Я даже пробовала наносить его на ночь таким более плотненьким слоем, как ночную маску в тот день, когда у меня губы были обветренные и в очень плохом состоянии. И утром я проснулась с ухоженными красивыми мягкими губами. В общем, в целом, бальзам мне очень понравился. Он классный, действительно заслуживает всех тех хвалебных ход, что ему поют. Но имейте в виду, что он липковат. Он липковат. И это, конечно, не всем понравится. Все вот эти продукты я заказывала на сайте rendezvous.ru. Напоминаю вам, у меня там есть скидочный промокод, который дает дополнительную скидку 10%. И эта скидка суммируется со всеми скидками и акциями на сайте. На rendezvous вы найдете большой выбор парфюмерии и косметики самых разных брендов. И сейчас на rendezvous продолжается зимняя распродажа со скидками до 50%. Скидочный промокод оставлю в описании под видео. И там же будут ссылки на все продукты, о которых я сегодня рассказываю. А вот этот продукт заказываю повторно. Это гель для ультразвуковой чистки лица для холодного гидрирования и дезинкрустации от бренда Ready Skin. Называется он Ready Skin Care Ultra Clean Gel. Я наношу его на кожу перед ультразвуковой чисткой под пленку минут на 15. За это время он разрыхляет верхний слой эпидермиса, размягчает комедоны. И потом по нему же делаю ультразвуковую чистку. И вместе с этим гелем ультразвуковая чистка получается очень эффективная. Я пробовала делать ультразвуковую чистку с разными подручными средствами, не специализированными для этих целей. И, конечно, эффект небо и земля. Все-таки лучше для ультразвуковой чистки покупать специализированные гели. Получается гораздо лучше эффект, поры гораздо лучше очищаются. Мне нравится в этом геле то, что он такой достаточно плотненький, он не растекается по лицу. И он достаточно долго не высыхает на коже. И по нему очень хорошо скользит лопатка ультразвукового скраббера. Когда бывает, что кожа очень сухая и она очень быстро начинает впитывать гель, тогда я просто наношу гель более толстым слоем. Либо немножко смачиваю водой те участки лица, где гель подсох и прям вот по водичке продолжаю делать. То есть, как бы вода немножко так размягчает гель и он продолжает работать. Здесь в составе содержится сок алоэ вера, экстракт зеленого чая, мочевина и алантаин. Все эти компоненты обладают и увлажняющим, и успокаивающим, и противовоспалительным действием. Так как этот гель не только для ультразвуковой чистки, но и для холодного гидрирования, я бывает его использую еще и перед очищающими масками. Если у меня есть время, я хочу, чтобы маска прям максимально эффективно подействовала. Я также делаю процедуру холодного гидрирования. То есть, наношу гель, прикрываю лицо пленочкой, выдерживаю 15 минут. Поры раскрываются, комедоны разрыхляются. И потом наношу очищающую маску. И маска лучше вытягивает загрязнение из пор. Для ультразвуковой чистки это лучший продукт, что я пробовала, поэтому однозначно могу его посоветовать. Вообще, Ready Skin это хороший бренд с таким хорошим соотношением цена-качество. И они, кстати, еще выпускают различные бьюти-гаджеты. Вот, например, мой прибор для ультразвуковой чистки, как раз-таки, от этого же бренда. Объем здесь 250 мл, расходуется достаточно экономично. Прошлого флакона мне хватило довольно-таки надолго. И на озон такой гель стоит меньше 500 рублей. Ну что, давайте переходить к декоративной косметике и начнем с новинок от DIVAGE. Это два типа помад. Глянцевая и матовая. Начну с глянцевой. Я с ней сижу, кстати, все видео на губах. Вы уже могли, в принципе, оценить, как она смотрится. Называется это средство Butter Gloss Liquid Lipstick. Бренд обозначает это средство как легкую кремовую помаду с сатиновым сиянием. Но я бы назвала этот продукт масло-блеск для губ. В линейке 8 оттенков. Я для себя выбрала оттенок 03. Все оттенки в линейке нюдовые. От светлых до таких более темных, насыщенных тонов. И 03 мне показался самым таким интересным и самым носибельным. Но после того, как я попробовала его, я определенно хочу попробовать еще и другие оттенки в линейке. Потому что по качеству этот блеск мне очень понравился. У него нежная, приятная, скользящая текстура. Он равномерно ложится на губы, дает красивое глянцевое покрытие. Абсолютно не липкий, не западает в складочки, не подчеркивает какие-то недостатки, шелушинки на губах. Наоборот, все это очень красиво сглаживается. И он на губах ощущается очень комфортно. Я не могу сказать, что ты его не чувствуешь на губах, ты его чувствуешь. Но это такие приятные ощущения, будто бы у тебя на губах какое-то маслице или бальзамчик для губ. И когда он съедается с губ, губы остаются увлажненными и ухоженными. Здесь очень удобный аппликатор с застренным кончиком. И этим кончиком удобно прокрасить губы прям по самому контуру. И что, кстати, важно, этот блеск не растекается. Хотя я наношу его прям вот по самому-самому контуру. Даже немножко прибавляя себе миллиметрик. И ничего никуда не утекает. Короче, классный запуск, классная новинка. В матовой линейке также вышло 8 оттенков. И все они тоже нюдовые. И я также выбрала себе третий оттенок. Он похож на оттенок блеска. Но все же не скажу, что они прям такие один в один. Но они, кстати, называются по-разному. У них только номера совпадают. А названия у них разные. У этой матовой помады очень необычная текстура. Она муссовая. И она, знаете, такая интересная. Она как бы бархатистая, но при этом маслянистая. Я сначала думала, что вот эта вот легкая маслянистость впитается в губы минут через 5-10 после нанесения. Но нет, она не впитывается. Она сохраняется на губах. И за счет этого губы не пересыхают, как это бывает обычно с матовыми жидкими помадами. И она выглядит на губах очень так по-корейски, я бы сказала. То есть в стиле корейских макияжей, когда ты делаешь такой эффект зацелованных губ. Я была уверена, что из-за вот этой легкой маслянистости эта помада будет отпечатываться. Но не тут-то было. Она не отпечатывается. Какая-то прям магическая формула. Я даже не знаю, с чем ее сравнить. Не припомню ни одной помады вот прям с идентичной текстурой. Здесь прям что-то такое вот интересненькое, что-то новенькое. Не ждите от этой помады привычных для матовой помад стойкости. Она не стойкая. Она не переживает прием пищи. Вот если с ней на губах покушать, то вся помада полностью съедается. Но какой-то небольшой перекус, стакан воды, она спокойно переживает. Мне очень понравилось вот это комфортное ощущение на губах. Вроде бы у тебя матовое покрытие, но при этом у тебя губы не стянутые, не пересушенные. И это круто. Теперь поговорим о новиночках от бренда Vivienne Sabo. Это жидкие тени из их сказочной коллекции. У меня был обзор на сказочную коллекцию, в котором мы с вами, ну, больше половины коллекции так точно обозрели, обсудили. Но сегодня у меня тут есть еще кое-какие продукты, которых в прошлый раз на обзоре у меня не было. А сейчас они у меня появились, и я их протестировала и готова делиться своим впечатлением. Название теней коверкать не буду, как обычно оно французское. Эти тени вышли в двух оттенках, 0.1 и 0.2. И особого внимания здесь заслуживает 0.2 оттенок. Он очень красивый, это такая жидкая фольга. Он у меня сегодня, кстати, на веках. Оттенок плотно ложится на кожу, он не полупрозрачный, и его можно использовать как монопродукт в макияже век. Вот я, собственно, сегодня именно так и делала, наносила его на все века, немножечко подтушевала кистью, и потом во внутренние уголки добавляла 0.1 оттенок. Про 0.1 сейчас еще поговорим. 0.2 мне понравился. Он классный, он красиво смотрится, и он стойко держится. Вообще никаких к нему вопросов нет. И он очень так равномерно здорово ложится на веки. 0.2 можно брать, можно пробовать, а вот 0.1 похвалить, к сожалению, не могу. Мне он не понравился. Хотя изначально я думала, что 0.1 мне понравится больше, потому что он светленький, а я все-таки больше люблю такие нежные светлые оттенки. Но, к сожалению, нет. Здесь тоже много сверкающих частичек. В основном здесь золотистые сверкающие частички. Но здесь уже не такая плотная концентрация этих частичек. Из-за этого оттенок выглядит немножечко плешиво. Вот его как самостоятельный продукт на веках я бы однозначно использовать не стала, потому что смотрится некрасиво. Его можно добавлять в качестве какого-то блестящего акцента в центр века, либо во внутренний уголочек глаза. Но не знаю, стоит ли его покупать только ради этого. Наверняка у каждой из вас в косметичке есть какой-то подобный блестящий топпер. Нужен ли еще один? Не знаю. Не уверена. В общем, 0.1 оттенок не впечатлил. Ну, я думаю, вы видите на сводчих. Ну, такой как бы. Вот на руке он еще ничего смотрится. А когда ты наносишь его на веки, ну, прям совсем не то. Потому что кожа на руке, она такая как бы так гладкая, натянутая. А на веке есть какие-то складочки, какие-то морщинки. И все вот это в сочетании с этими блестками выглядит как-то пожеванно. Как будто бы твоя века пожевала корова и выплюнула. Короче, нет, девчонки. Первый оттенок нет. А вот 0.2 классный. 0.2 понравился. Палеточка теней из этой же коллекции, она называется Зачарованный сад. Она сочетает в себе 4 матовых, 3 сатиновых и 5 сияющих оттенков. Здесь собраны яркие, интересные оттенки для креативных макияжей. И когда я ее открыла, мне прям очень понравился подбор оттенков. Думаю, ну класс, сделали что-то такое яркое, необычное, чтобы делать какие-то, может быть, яркие акценты в макияжах. Или прям полностью яркие мейки. Плюс здесь разные текстуры есть. И блестяшечки, и сатинчики. Но, девчонки, к сожалению, эта палетка мне вообще не понравилась по качеству. Тени здесь слабо пигментированные. Они плохо переносятся на кожу. Некоторые оттенки прям конкретно пляшиво ложатся на кожу. Но я думаю, вы это увидите на сводчах. Потому что даже на сводчах у меня не получилось их плотно и равномерно нанести. Особенно неудачные в этой палетке ярко-бирюзовый и синий оттенок. Они очень меловые, и они очень плохо переносятся. И плюс они еще тинтуют кожу. Их тяжело потом сведко стереть. И даже когда я делала сводч, я потом еле-еле оттерла от пальцев тинта от синего и от бирюзового оттенка. Это, конечно, никуда не годится. Я могу похвалить в этой палетке только сиреневый оттенок. Симпатичный такой, сливочный, с сияющими синими и серебряными частичками. Вот он неплохой. Но все остальные оттенки, к сожалению, нет, девчонки. К сожалению, нет. На первый взгляд такая красивая палетка. Такая прям яркая, необычная, сочная. Но качество здесь подкачало. Жидкие тени в этой коллекции куда лучше, чем сухие. И еще один продукт из сказочной коллекции Vivienne Sabo. Это бальзамчик для губ. И он, конечно, выглядит завораживающе красиво. Здесь в прозрачном бальзаме россыпь мельчайших сверкающих частичек. И этот бальзам выглядит просто как россыпь каких-то бриллиантиков. Очень красивый. И если вы любите такие блестяшки, я думаю, вы просто не сможете пройти мимо. На губы он ложится прозрачно. И немножечко остаются вот эти небольшие мерцающие частички. Но прям вот прям чуть-чуть. Нужно прям присматриваться, чтобы их заметить. Текстура у него такая стандартная, в принципе, для гигиенических помад. Он слегка увлажняет, слегка раскладывает, немножко смягчает. То есть, в принципе, не ждите от этого бальзама каких-то экстра сильных уходовых свойств. Это скорее такая вот базовая гигиеническая помада, чтобы намазать губы, выйти на улицу. Чтобы губы не обветрались. Все. Если губы уже в плохом состоянии, уже обветренные, потресканные, обкусанные, то он вас, конечно, не спасет. Но красивый, зараза. Можно вот просто зависнуть и сидеть, рассматривать вот это вот все дело. Вот эти вот все частички. Это, конечно, очень красиво. Такие сороки, как я. Я думаю, что вам понравится. Ну что, все новиночки обсудили. Буду рада вашим лайкам и комментариям. И также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Пока-пока!